Пока кроватей здесь больше, чем детей. Детский сад села Прости посещает 8 малышей. Работает с ними два человека. Воспитатель и няня. Группа возрастное занятие проходит у нас интересно. Группу делим на две части. С одной частью я занимаюсь, а с другими детками младший воспитатель помогает. Младший воспитатель моя правая рука. А это 9-летняя школа села Прости. В этом году за партами тут сидело 36 детей. Расположена она в одном здании с детским садом на втором этаже. Здесь по-деревенски трогательно и уютно. Все компактно. Но проблемы все-таки есть. Нужен ремонт. В рамках федеральной программы капитального ремонта у нас документы поданы. Ждем, когда мы попадем, тоже депутатам обратились с просьбой отремонтировать кровлю. Тоже ждем информацию. И на следующий год, у нас получается 24-й год, также в селе Прости запланирован ремонт пищеблока в пориспуликанской программе. Работа социальных учреждений, благоустройство территории, дороги. В селе Прости сегодня все было под пристальным вниманием гостей. Здесь прошло ежемесячное выездное совещание глав сельских поселений. Очень полезно. Все друг друга учатся, друг у друга видят, какие есть новшества, какие недостатки. И как бы уже сообща эти вопросы получается решать, перенимать опыт. В Простях 370 домов. Постоянно здесь проживает около 670 человек. В летний период эта цифра увеличивается. Приезжают дачники. В эту пору начинает обостряться главная проблема – слабый напор воды. Водопровод устарел, не справляется с нагрузкой. В летнее время на река дня жалобы жителей воды не хватает в летнее время. Обратились в район, район обратился в республику. И как будет финансирование. Потому что сама смета более 20 миллионов. Поэтому только при помощи республики водопровод поменяем. Многие проблемы в поселке решают своими силами. К примеру, этот овраг при въезде в село. Долгие годы он был в зарослях клена. Территорию почистили. В планах здесь создать парк, в котором будет пруд. Вообще благоустройству здесь уделяется большое внимание. Есть зоны для отдыха, детская площадка. Отдельного внимания заслуживают дороги. Село Прости одно из первых стало работать по системе самообложения. На деньги, собранные с населения, здесь сделали дороги из щепня. На данный момент в населенном пункте нет плохого дорожного покрытия. Действительно, в Прости это первый опыт Нижникамского муниципального района, который был получен в ходе самообложения граждан. Он был положителен, после чего распространили на все поселения. Практика показывает, что те вопросы, которые остро стояли многие годы, такие как дороги, водопровод, иные, не решались, к сожалению, ввиду отсутствия финансирования. Но республика, что называется, предложила такой вариант, граждане сами выбирают, какой объект будем строить, либо модернизировать. Как я сказал уже ранее, это, как правило, дороги, водопроводы. То, что граждан волнует ежедневно. И эти вопросы успешно решаются. Анастасия Шакирова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль Ракипов. Новости НТР.